Здравия желаю дорогие зрители! Вот уже миллион лет прошел с того момента, как мы завершили наше путешествие до Фрисайда и сейчас мы его возобновим. Я постараюсь действовать настолько быстро, насколько это вообще возможно, потому как путешествие по Фрисайду, ну, оно не отличается какой-то такой же визуальной эпичностью, привлекательностью или зашкаливающим количеством запоминающихся сцен. Пройти основную массу квестов Фрисайда в мирном режиме можно довольно быстро, я постараюсь уложиться минут в 40, надеюсь, что получится. И начнем мы с диалога с Джули Фаркас. Да, нужны ли вам медицинские препараты? И что именно вам нужно? Здесь мы уточняем, что нет, нужно обеспечить себя постоянным притоком препаратов. И мы согласны отыскать для последователей апокалипсиса поставщика медицинских препаратов. Чтобы далеко не ходить, нашим поставщиком станет семейка Гарретов. Быстро топаем в центральную часть Фрисайда. И заходим к королям, детка. Эти последователи культа великого Элвиса Пресли живут в школе перевоплощения в Элвиса Пресли. Итак, мы хотим повстречаться с королем. Кто это такой? Навык речь всегда помогает. И это лишний опыт. Который позволит нам левелапнуться. Мы продолжаем усердно качать речь. Я напоминаю, это важнейший параметр для мирного прохождения. В принципе логично, но тем не менее. И здесь мы возьмем перк образованный. Он позволит нам на левелапах получать больше очков навыков. А очки навыка нам очень нужны, мы не можем качаться на монстрах. И поговорим с королем. Как всегда, мы спрашиваем, а нет ли работенки для нас. Итак, король поручил нам проверить одного телохранителя, который зарабатывает слишком много бабла. Но туда мы пойдем чуть позже. Сперва зайдем к семейке Гарретов. Здесь можно получить два квеста. Естественно, мы вымогаем деньги. И с ним же, с Джеймсом, мы можем договориться насчет поставок медикаментов для последователей апокалипсиса. И второй квест на сбор долгов. Итак, оба квеста взяты. Теперь мы можем заняться сбором долгов. Первым делом свернем к Мику и Ральфу. Это позволит нам заполучить голографическую кассету, которую мы сможем использовать позже для того, чтобы заполучить секс-бота. Пока что секс-бот нас не интересует. Потому как, как только мы его снимем, начнется настоящий геморрой с перемещением по этой части фрисайда. Но кассету лучше получить сейчас, чтобы больше в этот район вообще не возвращаться. Естественно, мы можем уговорить Ральфа вообще не брать с нас деньги за гола кассету, потому что мы привлекли к его в бизнесу огромное количество клиентов. Как вы можете убедиться. На самом деле... Да, сейчас за нами может заскочить несколько бандюков, которые могут поломать все прохождение. Но нет, вроде бы они успокоились. Итак, отдыхаем сутки. Я думаю, Мик и Ральф совсем не возражают против этого. Я бы не возражал. Наверное. Итак, мы заполучили голографическую кассету. Теперь подождем до какого-нибудь более вменяемого времени суток, потому что по ночам больше бандитов. Больше бандитов это больше побегушек от них по всему городу. А нам оно надо? А нам оно не надо. Наверное, еще часок. Все равно будут, но скорее всего будет чуть полегче. И сейчас мы сможем с помощью одного товарища Сантьяго решить сразу две проблемы. Боже, за мной все-таки гонятся. Первый долг собран. И первый секс-эскорт найден. А вот и мой паровозик. К паровозика надо избавляться. Мне известно два надежных способа избавиться от паровозика. Сейчас посмотрим, сработает ли первый. Спасибо, Мик и Ральф. Если повезет, больше за мной никто не увяжется. И второй должник шатается где-то в этих окрестностях. Обычно, во всяком случае. Но сейчас его здесь что-то нет. Хорошо, я думаю, удастся его заскочить где-нибудь поблизости. А пока что заглянем в мормонский форт. Здесь нам опять-таки нужна мисс Фаркас. Так, Фаркас не против снабжаться от Гарретов. И вот наш второй кандидат для секс-услуг. ТОВАРИЧ 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 НАЙДЕН В этом квесте осталось найти только секс-бота, но, как я и говорил, его мы дойдем в самом конце этого видео. А пока что нам необходимо отыскать того самого телохранителя. ТОВАРИЧ Субтитры сделал DimaTorzok Ну хорошо, пошли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, смотреть достаточно одного Бойца невидимого фронта Итак, это дело сделано И здесь мы можем собрать еще один должок Это, кстати, второй кандидат Для вступления в проститутство Товарищи Гарреты Итак, остался один должник А пока что мы заглянем к королю Товарищи Гарреты Субтитры сделал DimaTorzok Итак, теперь король хочет разобраться со случаями избиения жителей Фрисайда Неизвестно кем, неизвестно где Собственно говоря, наш путь опять лежит в мормонский форт Товарищи Гарреты Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы выяснили, что на Субтитры сделал DimaTorzok Злобный убийца и психопат Меня продолжает нервировать Кто же Где же все-таки наш товарищ Грег Как-то странно Должен крутиться где-то в окрестностях, но я его в упор не вижу Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, ночью его будет поймать проще В любом случае, нам придется сейчас прокрутить время до ночи В рамках следующего квеста от короля Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, нам надо разобраться с деятельностью НКРовцев на территории Пресайда И теперь тут появился вот этот товарищ Который занимается раздачей халявной пищи Ну, не лично, конечно Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы выяснили, где именно происходит раздача пищи Теперь нам надо будет поговорить С Джули Фаркас Для того, чтобы получить дополнительные сведения А пока что мы дождемся ночи В надежде, что сейчас здесь нарисуется товарищ Гуль С которого мы должны собрать деньги для Гарретов Довольно странно Ладно, остается только одно решение И куда же тебя занесло, товарищ Грекс Ага Ты умер Это грустно Очевидно, он наткнулся на какого-то бандита И бандит его разобрал Очередные изыски Искусственного интеллекта Фоллаута Возможно, он убился как раз, когда я пробегал мимо Это бывает, но, к счастью, на его трупе Можно найти мешок с деньгами А сейчас нам надо снова найти Джули Фаркас Чаще всего она дрыхнет здесь, в этой башне Какие говорят, здесь можно найти снежный шарик Да, так и есть Итак, теперь мы знаем не только Где происходит выдача пищи Но и имеем возможность поручиться Именем Джули Фаркас Перед майором Киран Что, возможно, сделает ее подговорчивей Итак, направляемся к железнодорожной станции Вот видите, то, о чем я говорил Весь этот этап состоит из того, что мы бродим по фрисайду туда-сюда И разговариваем с людьми С одной стороны, скажем, лично для меня Такой игровой процесс вполне приятен и интересен Мне нравится так проводить время Но, как визуальное представление игрового процесса Конечно, здесь практически ничего не происходит Да, я бессовестно прокручиваю диалоги Ну, во-первых, чтобы минимизировать спойлерный эффект В конце-то концов Это прохождение А не Видео представление игры Привет, солдатик Опять-таки Всегда, когда есть возможность Используем навык речь Это халявный опыт Опыт нам очень нужен Итак, майор отправляла Королю посланца Посланца отдубасили И теперь солдаты немножечко обижены на королей за это Необходимо выяснить За что же король отдубасил посланца Майора Киран И король ли его отдубасил? Ну, не лично, конечно Хотя, может и лично Почему нет? Король-бужик суровый И я опять прокручу время Хотя, ладно Фиг с ним Сейчас, скорее всего, король находится на верхотуре Этого здания На третьем этаже В своей комнате Хотя, если нам повезет То он все-таки будет сидеть В зале Но Не, навряд ли Заодно у меня будет возможность Поныть насчет планировки этого здания Потому что Эта планировка Просто безумна Да, он на месте Вот на месте Вот на месте Вот на месте И так, нам надо Разрулить перестрелку Собственно Мы несемся туда Собственно Эй И мы прямым ходом Несемся к майору Киран Она должна торчать Вот за этой будкой Отлично И теперь мы должны топать Прямиком обратно К королю В принципе, сейчас можно попробовать заскочить Да Я пойду на риск В принципе, сейчас все можно сорвать Но возможно получится Итак, секс-бот Ну, еще не секс-бот, конечно С гордым именем Фисто Обитает вот в этом доме Помимо него здесь живет еще Несколько очень добрых крыс Раскользнуть мимо которых незаметно Скорее всего, не получится Еще не тот уровень навыка Робот в порядке И мы загружаем программу И вот крыса меня заметила Сейчас надо дождаться Пока робот придет в себя И теперь мы должны быстро-быстро Убираться из этого места Быстро еще и потому, что на выходе Нас будет ждать вот это Почему-то в этих версиях Последних Три зловещих розовых старушки Со скалками Которые, кстати, появляются Только если вы взяли Перк Дикая Пустошь По-нормальному здесь появятся Три бандита Так вот, эти старушки Могут за вами не погнаться Они почему-то побегут в угол И будут тщательно туда тыкаться носами В следующий раз, когда вы придете сюда Они за вами погонятся И именно поэтому я сейчас пытаюсь На цыпочках выбраться подальше от этого места В принципе, если я ничего не забыл Да, все Если я ничего не забыл То сейчас можно будет сдать Сразу же квесты Близнецам Гарретам Получить много опыта Ну, относительно много опыта После этого заглянуть к королю И сдать квест ему И получить действительно много опыта Итак, последователи готовы принять предложение Найден секс-бот Дальше мы нашли болтона И гулька в бой Лучше бы я этого не видел И левелап Доводим речь до 100 И ощутимо повышаем скрытность на этом левелапе Перка сейчас не будет И сдаем квест с долгами Вернее, его часть И теперь несемся к королю Где, собственно говоря, и благополучно сдаем ему квест Так, король готов выполнить Любую нашу просьбу Которая в рамках его возможностей Что неплохо Теперь на этом уровне Еще чуть-чуть повышаем скрытность И начинаем качать Кое-какие другие медицинские навыки Эээ, медицинские, господи, мирные навыки. Понадобится ли нам ремонт? Вот в чём вопрос. Отмычки точно не повредят. И из перков, полагаю, имеет смысл всё-таки взять ещё один уровень быстрого ученика. Требования по опыту возрастают. А источника опыта становится меньше. Собто говоря, осталась последняя мелочь. У нас 1915 крышек. Это значит, что крышек нам не хватает всего ничего. Мы можем заглянуть вот сюда. И что мы сделаем? Мы продадим всё лишнее. КОНЕЦ Итак, всё, что надо сделать на пресайде на этом этапе, мы сделали. Теперь всё, что нам остаётся, это добежать до ворот стрипа. И, собственно говоря, пока что закончить с этим видео. Так, с линии огня лучше уходить. КОНЕЦ 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 Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и на стрипе. Увидимся в следующем видео.